К другим темам яркое событие начала марта, день оленевода. Каким его увидели наши корреспонденты в специальном репортаже. Все флаги в гости к нам. Лишь на несколько дней, лишь один раз в году, на исходе зимы, оленеводы, чьи стада разбросаны по всей тундре на тысячи километров друг от друга, от приуральского района до Ямала, собираются все вместе. В девятнадцатый раз в Надыме состоялся самый большой в регионе этнический праздник. И, как всегда, к окружным соревнованиям оленеводов на кубок губернатора Ямала приковано все внимание. Надымчане, гости из Финляндии, Великобритании, из Москвы, Томска, Оренбурга, Тюмени, Новосибирска с утра вышли на бульвар Стрижова. Здесь уже соревнуются первые участники. Метание тензиана на хорей. Пожалуй, это один из самых спокойных видов национального спорта. Праздник День Оленевода для нас он значимый, потому что общество «Газпромдобыча на дым» или тогда еще «Надым Газпром» организовало такое мероприятие. Потом плавно это все перешло к администрации, и я рад, что оно продолжает уже 20 лет. И почти столько же компания «Газпромдобыча на дым» и администрация «Надымского района» делят между собой организационные заботы, готовят спортивный инвентарь и призы. Но не будем забегать вперед. Звучат фанфары. Праздник открывается торжественно. И вот они, главные герои. 9 команд, 160 участников из Ямальского, Надымского, Приуральского, Красноселькубского, Шурышкарского районов. Нане Торова. В очередной раз Надымская земля гостеприимно встречает участников соревнований. И этому способствует сегодня все. И боевой настрой, и прекрасная, замечательная погода, и добродушные, гостеприимные надымчане, пришедшие сюда. Особую благодарность я хотел бы выразить оленеводам и участникам соревнований за то, что в эту непростую зиму для вас вы нашли в себе силы для того, чтобы собраться на праздник практически в том же составе 9 команд с упряжками. Большое вам спасибо. Здоровья вашим оленям. Вы проделали, конечно, большой путь, чтобы добраться до города Надыма. И все вы уже являетесь победителями этих соревнований. Но все равно я желаю всем вам хорошей, красивой победы, но самое главное – общения. С праздником вас! Ответственный момент. Победители прошлого года, панаевские оленеводы, поднимают флаг соревнований. Настроение у всех приподнятое. И девиз у всех один. Ямальцы, докажем, что умеем побеждать. Тундровикам в эту зиму пришлось нелегко. Ледяной нас не давал оленям добраться до ягеля. Бескормиться проредило и ослабило оленьи стада. Все как бы Всевышний видит, как ему надо, так и сделает. Но самое главное – нам держаться и жить дальше. Я думаю, что год на год не приходится, на будущий год будет лучше. Кажется, сегодня весь город в центре. Привлекает внимание выставка охотничьих лаек. По большому счету вторая. Первая выставка собак проходила в 97-м году. Не путайте с гонками на собачьих упряжках. Этим охотницам скучно здесь. А вот надымские дворовые могли попозировать. Стойка почти стандартная – охотничья. Одних интересует только соревнование. Для других – это семейный выход, когда можно повстречать знакомых и напитаться новостями. Вообще видно, что надымчане скучают по массовым гуляниям. А тут сразу столько всего. Вот копытца оленей на шейке русским красавицам. Именно они больше всего интересуются этими украшениями. А почему они правые одни? Ну, значит, они правые все. А вам левые нужны? А почему левые? Близи к сердцу. А, близи к сердцу? Куда девались левые – копытца тайна, которую еще предстоит раскрыть. А вот кто победит в прыжках через нарты, уже можно предположить. Все зависит от тренировки. Какая же тут сила и выносливость нужна? И ноги крепкие, пожалуй, как у оленей. Только представьте, перепрыгнуть через 220 нарт. Именно такой результат у победителя Дениса Саратета из Панаевского. Тренировки, конечно, нужны, но у меня секретные. Это я не могу рассказать. Силовой спорт. Стронгмен. Правда, любительский. Очень зрелищно. В Надыме такое шоу впервые. Назвали «Артикмен». А вот что такое Артика и как она влияет на людей, почувствовали только здесь. Мне не хватает воздуха у вас. Видимо, кислорода очень мало. Надымчане тоже испробовали свои силы. Внимание! Еще, еще давай. До конца на прямые ноги. Болеть за участников нашим привычнее. Это не просто лыжные гонки, а эстафеты. Не без происшествий. Этот участник старался так, что даже кровь носом пошла. Дефиле в национальных одеждах. Не верх изысканности, на наш взгляд, но верх практичности, удобства и комфорта. И все же, согласитесь, очень красиво. С ног до головы и мужчины, и дети, и женщины в мехах. Самой обаятельной в конкурсе кочевая семья признана семья Анагурича-Катетта из Кутоп-Югана. Ну, это не один год готовится вот эта одежда. Она готовится так, потихоньку. Из года в год она собирается. А дети, то, что подрастает, у них же, как бы, они растут. Им нужно каждый год это...